Продолжение следует... 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 но перфоманс стоит с ее мобой. Ниндя тое мобой, в коем оно может сплаковать и от кого рэд это мобой. То есть это как бы универсальный язык, и в то же время очень человеческий язык, не культурный, но человеческий язык. И, одновременно, перфоманс очень универсальной мовой, о которой мы можем говорить, в смысле не культурной, но очень людской мовой. А большая вопроса, каждый раз, когда вы делаете перфомансы, это как бы, как бы, как бы, из-за того, что все происходит, из-за того, что помню, с людьми. Вопрос в том, есть, насколько агрессивный может объяснить с людьми, с которыми он находится. Я думаю, это все по тому, потому что Это все об этом, я думаю, все об этом все об этом. Как это сделать? Это не об этом решение для всех, но это очень важно знать, что как перформер-артист, что есть люди, и вы делаете их, и коммуникация – это основа. Специфика, может быть, не коммуникация, различные типы коммуникации, но коммуникация. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Но для художника всегда важно не только продемонстрировать, а только показать, а быть действительным. Да, но я знаю, что иногда, культурный gap, может, сделать зрителей немного поздно о том, о том, что они видят. Потому что все люди смотрят, с собственным обзором и культурным способом, на выступления других. Что выглядит для аудитории, как что-то на кшталт пазлев. И когда они смотрят на перформансы на пазлев. Может быть, потому что я бы хотел начать с тем, что не только я поговорю, потому что мы не имеем много времени, и я еще хочу показать вам показания нашего фестиваля. И я бы хотела начать с того, чтобы не только я одна говорила, потому что мы не имеем много времени. И я бы хотела начать с того, чтобы представила ЗАС фестиваль. Я бы хотела сделать несколько минут, если кто-то любит задать вопрос, может быть, после моего работа, последний день, или что-то, что я сказал, или что-то, чтобы сказать что-то. И, возможно, я сейчас сделаю паузу, чтобы вы могли задать какие-то вопросы, по поводу любого чего-то. Может быть, у вас уже сейчас есть какие-то вопросы, по поводу моего вчерашнего перформанса, может быть, какие-то вопросы, по поводу любого чего-то. Это будет возможность для меня ответить на вопросы, но также, более важно, это будет возможность для меня получить немного больше, в этом очень маленьком времени, мы имеем в виду. И для меня это было бы возможность ответить на вопросы, если бы они есть, но также рассказать больше о вас, про лакторию языку, я могу сказать, что я разобраться с тем, что я влашу. У меня есть вопрос. Ну, это немного сложно для меня объяснить. Я думаю, что я хочу, когда я занимаюсь от арт, это самый простой формы экспрессии, который также имеет самый сильный способ экспрессии, я имею в виду символов. Но как я вижу символов, они очень стабильные, монументальные, что-то статичное, и перформансируется в действии. Итак, сейчас я спросила, как найти связь между этих двух оппозиций, между символом и активным символом, или символом? Какие основные символы в форме использования? Какие символы используются в вашем образе? Как вы видите? Мне нужно пригласить. Да, да. Я могу пригласить. Будет? Я в своей работе пытаюсь найти какие-то максимально спрощенные, но максимально сильные по способам выражения формы – символы. Но символ – это что-то очень монументальное, эстетическое, а перформанс – это действия. И я хотела бы знать, как это можно связать между собой, чтобы, ну, какие символические действия, как символы, в какой форме символы выражаются в мастерстве. Мастер-класс. 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 Я не спрашиваю. Я видела инсталляцию, подготовку, и я видела, и я слышала, я не мог понять, что случилось, Я сначала не могу понять, что там делалось, но я слышала описи. Как вы знаете, технические проблемы с моим работами. И когда я увидела плазму, я рекомендую, что я могу использовать после его производства. Потому что он может быть связан с моим компьютером. Но тогда, как вы все знаете, я обнаружила, что плазма была только символом. И, как вы видели, как вы знаете, уже теперь я понимаю, что плазма на самом деле была только символом. И действия к этому плазму была символическая действия. И, значит, действия, действия к этому слову на плазме была только символом. Окей. И AerOMI А такое слово имало было вот так много знаний шоуа для плазмы. Итак, что... А то, что были сделаны и тому, что онาร обесплывал вот так, что ее зарплавнулось. Это одна вещь, которую я хотел сказать вам, и другая вещь, что мы имели разговаривание с ним. Он сказал, что он хотел объяснить свою работу с этой акцией и как будет быть проект. Я была очень счастлива за это, потому что это было очень интересным для меня, чтобы это было очень интересным. И я взяла одну ничь, которую он мне сказал. Он сказал, что используя какой-то такой буквы, это слово «Я» в перевернутом виде, это было очень интересным. Он связанным к каким-то философским, или мистициальным теориям. Вопрос в том, что философски и университет не дуэль? Я считаю, что каждый момент, каждый секунд, каждый кусок времени, 24 часа, 20 минут, 4 минуты, 2 минуты, как вы говорите, человек в другую позицию. Он все время меняет. Вопрос в том, что философски и университет. Я утверждаю, что каждый период времени, 24 часа, больше минуты и больше секунд, людское действие находится в постоянной изменении. Он не стал, который постоянно ствердится, постоянно изменится. И мы, на самом деле, имеем лишнюю количество себя, которые совсем разные, которые почти ни одного человека не связываются, один с одним, в каждом конечном времени. Вот это связано. Ну вот, что он сделал, это сделать символическую дею, чтобы сделать это. Так что я думала, что это очень интересно, потому что... Эта идея о том, что мы не знаем, что наш сегодняшний мир, это что-то, что я очень интересна. В самом деле, это было в моем основе, когда я делала это в моем выступлении. Это тоже была моя идея, когда я делала это в моем выступлении. Это не так, что я буду говорить о моем выступлении, а только чтобы показать, может, еще другим подходом к самому выступлению. Для меня это было, как, я не знаю, очень долгий выступлении, и, впрочем, после очень долгого времени ждать на это. Но основа была, что случилось в каждом моменте в этой выступлении, это было в моем моменте и в моем выступлении, как я и в моем выступлении. И, как раз, каждый партнер из меня, то есть коммуникация, то есть диалог, и изменение по времени, по-другому, 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 то есть время, опять же. И это как быть в каждом месте, в каждом месте, в каждом месте, в каждом месте. Быть в этой ситуации, не поговорить об этом, но быть в этой ситуации. И это как... и... 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 как это было, и эссенция в этом эссенции, то есть резюме, ну... суть, дякую. И суть перформанса этого была, в основном, в том, что каждый момент, когда он происходил, в каждом месте, когда мы сидели с моим партнером, один навпроти одного, и коммуницировали один с одним, это были отдельные важные митки часу. И эта перформанса создавалась из этих отдельных митей часу. Это метод, в этой ситуации. А, да. И дело не в том, чтобы говорить, або пояснивать, або даже делать, это дело в том, чтобы быть, чтобы быть, в каждом мите этого часа. Не говорить об этом. Не говорить об этом. Не делать репрезентацию об этом. Не репрезентовать себя в нем. Это просто, как есть. Это просто, как есть. Это просто... его степень, его действия, его performance, мой перформанс, два возможности этого. И многое есть в промежке. В Китайском языке есть очень интересный термин для перформанса. В перекладе это слово может означать мистическое поведение. Або поведенкован, естественно. Это очень хорошо. И для меня это может быть очень добро вызначено. Может быть? Может быть. Может быть. Может быть. И что, будет вопрос. Возьмите Витернану, где-то не сидят. В последние годы? Возьмите. И что? Возьмите. 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 И что есть вопрос? Вы говорите о Микола Бажай? Вы говорите о... Микола Бажай, вы говорите о его истории. Да. Да? Ты понимаешь? Так, у меня есть вопрос. Нет, я просто... Я не хочу сказать что он... Он... Я хочу сказать, что он... Он говорит, что он... Вместе за веру, он говорит, что... Он сказал, что он не изменился в человеческом жизни. Но он сказал это толькоОтвальное изменение. Он сказал, что... Он говорит, что... Когда человек скрытого лица и в голове могло бы Это самый важный, самый важный в жизни, потому что это означает, что человек найдет права, только одна права. Это самый важный, самый важный в жизни. Да, да, он сказал мне это. Это не важно, чтобы меня не изменилось. Нет, нет, он сказал, нет. Я могу говорить, но я могу говорить, но это было более сложным. Что была ваша история? Мояна. Мояна, я знаю, потому что он мне тоже сказал, что я не видел его выступления. Я не видел его выступления. Это не моя интерпретация или его интерпретация. Я только связывала, что он сказал. И я взяла эту часть того, что он говорит. Я взяла эту часть, потому что он говорит. Он смотрел в себя и я могу сделать... ...мак я решила... ...мак я решила... ...как в результате как amplified по реализации... Как используя символы, чтобы сказать что-то, или чтобы говорить, когда выступление говорит о что-то, когда другая выступление может быть что-то, не говорить о том, но говорить о том. Вы имеете абсолютную рацию, возможно, это объяснение его перформанса, но я сейчас не хотел вбиваться в любое объяснение, я просто хотела дать ответ на вопрос о возможности использования символов в перформансе, и я взяла просто одну часть того, что он сказал, просто чтобы показать эту часть того, о чем он говорит, как пример того, о чем я хочу сказать. Я говорила не про его перформанс, а про то, что символ может использоваться в перформансе для того, чтобы показать, чтобы не показать что-то, не демонстрировать, не рассказывать, не говорить про что-то и не сделать, а просто будет что-то. Символ можно использовать для технического объяснение. Символ можно использовать как символ. В перформансе можно использовать для того, чтобы быть. Не пояснивать, не говорить, но быть. Символ можно использовать как символ. Василь может сказать, что он сделал? В перформанс. Символ можно использовать для технических объяснений. Но в этом случае, как и другие партизации можно использовать для технических объяснений. Но то, как я это делаю, я могу, наверное, выкласти рамку вокруг того, что я уже сделала. Что случилось здесь, и это открыто для различных интерпретаций, и каждый в аудитории сделает свою собственную работу внутри. А справа сделана, и она максимально открыта для аудитории, которая может иметь наиболее интерпретации того, что сделано. Если я поставил что-то, как сказать, это не будет что-то, которое... как сказать... очень знаменитая теория. И если я могу использовать слова в перформансе, то это, скорее всего, не будет что-то, что привлекает нас до какой-то загально известной или знаменитой теории. Мой фокус, это будет всегда на самом деле, на самом деле, на самом деле. И на человеческом ситуации. Но, конечно, я использую термина символа. Я использую изображения, я использую визии, картинки, образы. И просто, знаете, чтобы создать платформу для эксплуатации для аудитории. Просто, чтобы создать платформу для эксплуатации для эксплуатации для эксплуатации для эксплуатации. Я использую терминацию для эксплуатации для эксплуатации для эксплуатации для эксплуатации. Например, когда эксплуатации для эксплуатации для эксплуатации. Я могу идти на сцену и делать то, что я хочу. И все люди будут рады и рады. Но в эксплуатации мы должны знать правила и делать правила. Если я брал в ручках, например, вчера я брал в ручках, или я брал в ручках в ручках, без ничего, это будет происходить, или это будет продолжаться? Я не знаю, что это. Когда мы руйнуем эти правила, например, если я вчера взяла бы новую педозу, или я кореньку десь выкинула, или села на письце в поле святина, или я помню, не пила, как все это делали, какая была традиция. Чи это так, как я говорю? Чи это это? Або это заключается в перформансе, и вы просто руйнували сексуальный пункт и прочих территорий, если вы руйнули правила? Украина. Кроме, очень много ручного языка. Украина. Я не знаю, не знаю, не знаю о Фунисии, И я думаю, что всегда дефиниции, в любом случае, будут давать после, не в прошлое. И я думаю, что если метец будет, как Вы говорите, следовать правилам, возможно, тогда он не заслуговывает на то, чтобы называться метецем. И для меня это еще очень хорошая вопрос. Потому что, да, это большая вопрос. Что может случиться, если кто-то бросил один из глаз? Я должен решить это в момент. И, конечно, это очень хорошая вопрос. Что мне кажется, если кто-то разъехал бокал вина? Но я буду просто решать эту ситуацию в этот момент. Это было не легко для меня, как молодой артист, когда я была молодой. И это было очень легко для меня решать. Чтобы позволить коинциденции и эксиденции, что случилось в моей перформансе. Чтобы позволить различным трудностям трепляться, как входят в частности, частности и моего перформанса. Я обычно планирую их очень аккуратно. До последних деталей. Я очень счастлива, что я изменил время. Я очень счастлива, что с видом это счастлива. И я обнаружила, как много она открыла. И я объяснила, что насколько она открыта, то мистерство. Сколько мистерство не открыто, Сколько мистерство не открыто, Сколько правильных вещей говорится. И я, конечно, не хочу контролировать это. Это точно не то, что я хочу говорить. Я не хочу контролировать это. Это, может быть, не только пример. Это, может быть, пример. Это, например, что... Хорошо. Я скажу, что это не так. Я думаю, что это очень хороший момент, чтобы начать презентацию. Потому что я могу показать, что происходят другие артисты в нашем фестивале. И мы можем увидеть примеры, я уверена. Но... Я хочу, как раз, зараз початить мою презентацию, что я вам показала. Потому что там будут какие-то вещи и другие. Я смогу показать здесь, и рассказать, где, 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 что прохлялось. А, 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 а. Мы можем рассказать о том, чтобы письмен поговорить, а расскажу о истории buenas с тобой. Прежде всего. Верно часу есть центре для перформанс-карта по платформе перформанс-карта на Телуговине. Во-первых, есть место для перформансов. Есть место, где... Есть института, которая занимается мистерским перформансом в Телевию, она называется «Перформанс-Арт-Перформанс». Она находится на центральной автобусной станции в Телевию. Она находится в очень хардкорном области, где есть много эммигрантов. Особенно работают эммигранты, вооруженные работники из Филиппинской, Крыма, Украины. И очень много эммигрантов, где живут трудовые эммигранты из Фиталии, Филиппинской, Таиланской и Украины. И много больше эммигрантов. И также много эммигранцев, как Судан, Рекрея. За Судан, Рекрея. И политики для этих людей в Исраиле не имеют так много эммигрантов в Исраиле. И политика в Исраиле есть, что страны не очень приймали этих людей, и политика в Исраиле. Они живут в очень бедных и плохих условиях. Но для меня это очень интересный место. Я думаю, это самый мультикультурный место в Исраиле. И в нашем центре мы делаем две главные активности. И в нашем центре мы делаем две главные активности. Мы делаем две главные активности в Исраиле. Да. И после трех дней мы делаем две главные активности. Итак, это как... Одна часть в театре, но не драматическом театре, но театре, но не драматический, а, скажем так, перформативный театр, но не драматический. Это не столько, насколько это вообще может быть стабильным, насколько перформативный театр, но все-таки это театр. И вторая часть в театре это перформативный театр. В последние годы концентрировали каждый год для перформативного театра, называется ЗАЗ-фестиваль. Это теперь, например, в другой части, это фестиваль. ЗАЗ-фестиваль. ЗАЗ-фестиваль. Такой часть, это будет демократная передача на перформансе. Первая часть была театра, а вторая часть была перформативного театра в фестивале. Ответа. И также часть нашей деятельности является перформативный театр и перформанс, который, в прошлом году, называется ЗАЗ-фестиваль. Еще одна часть, мы тоже имеем в школе как школьные перформансы, как школьные перформансы, которая идет на весь перформансовый город. Фестиваль. Зазн на евреи означает «мувинг». Так что, почему движется? Движется, потому что перформанс – это что-то, что делать с движением. Это не стиль. Движение также, чтобы движение от концепта, как не оставить в одном концепте все время, только двигаться вперед. Движение, потому что мы двигаемся от одного места к другому. Мы всегда начинаем в Телевиде с платформы, которое является очень профессиональным местом для перформансов, но также в общественных местах, в центральных местах. в центральных местах, в центральных местах, в автобусах. Но мы также переходим в другие города в Израиле. Это всегда 10 дней в Израиле, и мы постоянно переезжаем из города в город. Мы были в прошлый год в Телевиде, в Телевиде, в Телевиде, в различных местах, в Телевиде. И в прошлый год мы были в Телевиде и в Хайфа, которое является городом в центре из Израиля. Хайфа – это третья большая город в Израиле, которое имеет пауру и моря. И также в различных местах, в Хайфа. И эта информация очень важна, потому что артисты, которые приглашают, они знают в предыдущем, куда мы идем, и что-то про природу и историю местных мест, куда мы собираемся сделать наш спектакль. И для нас очень важно – мельцы. Мельцы, которых мы приглашаем, были вперед с нами. куда мы будем переезжать, в какие места. И они знают немного про историю этого места, где будет происходить фестиваль. Это все вперед. И они могут связаться с их работой к этому специфическому месту. И они как-то смогут… Диалоги с пространством. Да, они как-то смогут послаться или отнестися до того места, где будет происходить, и каким-то чем сменить, ну, доступить свой перформанс до этого места, где будет происходить фестиваль, и где они могут собрать эти происходы. И для нас идея фестиваль для перформансов есть встречи. Отже, мельцы с разных мест встречаются между собой. Это встречи мельцев с разных мест между собой, а также мельцев с разных мест с осередками, ну, комьюнити, это… с общинами, с общинами, с общинами с разных мест. Ладно, начнем. Я не буду говорить о каждом артисте, хорошо? Я не буду рассказывать о том, что мы просто останавливаемся на фотографии. И вы можете, как я сказал, и вы можете оперировать вашу изображение. Это художница из Британии, имя Ди Клей. И она работает в своей работе с своей биографией. Анси Грейп. Анси Грейп. Анси Грейп. Из Ирланды. Она... 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 Она танцер и она visual артист. Она... Она танцерист и так же визуальник тоже. Она... Она танцерист... Она выглядит как долгое время, и она измельчает позу, но как раз поиск. Получая поза и получая. Она покищает себя в такую позу на очень долгое время. И одновременно в этой позе она рисует себя в этой позе, но перед человеком, перед конем. Зубин – это очень-очень, я думаю, один из очень хороших артистов, чиновников. Вы знаете его? Я думаю, что это один из очень хороших артистов. Вы знаете его? Когда я говорю «все хорошо», я имею в виду, когда он присутствует, это не идея, что он делает. Он имеет очень хорошие идеи, но он очень много связан с тем, что он делает. И это то, что делает его перформансы для меня очень-очень сильными. Когда я говорю, что он очень хороший перформанс, это не потому, что его перформансы это очень-очень сильный. Это другая вещь. Но это то, как он связан с тем, что он связан с тем, что его перформансами делает его очень-очень натуральным. И именно я говорю, что он очень хороший перформанс. Эта перформанс. Он сделал это на перформансовой платформе. Но он знал, что он идет к Израилу. И вы знаете, что Израил – это ситуация конфликта, война, Израиля и Палестин. И этот перформанс он делал в телевизоре. И вы знаете, что в Израиле постоянно бывают конфликты. Он пишет термин, слово «пис», «мир» на склипе. Это было на столе, каждый литер на кривом столе. И он писал каждую литеру медом. Что это было место? Я думаю, что другая сторона – один стороны – это было «х deliber», а другая сторона – вы помните, «Кемера»? Что я читал? Они разобрали превращен, «х deliber». Или немного – «зайspring». Алька. Да, алька. Алька не эмпиазала. Алька не эмпиазала, но это было очень-очень. Это очень вес fresка. Алька. Это еще, вкусно-очень? Это немного не так. С одной стороны, он писал медом. С другой стороны, это очень острое. Я не помню, что это было. Можем просто сказать сладкий и сладкий. Он попросил каждую человек из аудитории. И просил его сладкий мед. В то же время он сладкий сад. Хорошо, это очень интересное. Косюлан, она из Титая. Это очень интересное. Да, она сидит на рынке. Прежде всего, когда мы спросили, какие материалы, которые все нужны. Материалы? Нет, нет, мы спросили. Мы спросили в художников, что им нужно? Какие в них потребности? Какие материалы? И она спросила, что 100... Это тап, это транспирантный тап. Я не знаю. И она спросила, что у нас было с приводу 100 таких моточков ленты, маленьких скотчек, маленьких скотчек, которые могут... Это трошки не те. Это такие мотки с скотчем, на какие, знаете, вот такие наклеения. Маленькие, бирочки. Воно так дзиннички. И она 100 таких цех покосила. Это та. Я не знаю, если вы спросили. Да, да. Да. Хорошо, она получила. И мы и дали. И она... И она... И она... И она... И она... И она... Она поместила... Значит, она ее получила. Столец, кресло, ножицы. И она села посеред базару. И она началась, скупить, скупить. У направлений. Можно это... скупить, скупить, скупить на кольцо. И еще раз, скупить, 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 скупить. У нас очень маленькая шка. И сидит на несколько часов, и в последних часов и кольцо. Но в некоторых моментах не кольцо. И она села за стил и протягом многих годов она просто подмотывала, подвязала, наклеивала это на стил. Вы должны понимать, что у меня очень тоненькое. И протягом, ну, за какой-то час, ага, заклеивала стил одним, біля одного. То отрезает клей, отрезает клей, отрезает клей, отрезает клей. И за много годин воно выростаёт. Она была на этом совершенно концентрована. Потому что это нужно было делать очень, очень осторожно. Потому что это нужно было делать очень, очень аккуратно. Сначала очень аккуратно измерить. И тогда очень аккуратно наклеить беда другого. Это очень интересно, когда кто-то очень, очень концентрован на том, что он делает. Это очень много энергии вокруг нее. Для нее, для нее, величина этого скотча, она была создана. Никто не знал. Никто не знал. Никто не знал. Это мы знали, но это не было предназначено. Но она была связана с размером. Вы знаете, это было построено израилами. Израилами и палестинскими территориями. Израилами и палестинскими территориями. Израилами и палестинскими территориями. Израилами и палестинскими территориями. И это очень много проблем. Израилами и палестинскими территориями. Она была связана с этим. И она была... Но результат, что случилось, она была женщина, очень-очень-очень концентрирована, сидя в центре очень-очень комфортной базаре, делая это. и очень-очень концентрирована. Многие люди стояли вокруг, задавая вопрос. Некоторые пытались говорить с ней. Но она была очень концентрирована. И они начали говорить с другими. И они начали говорить с другими. Что она делает? Некоторые сказали, что она повелилась. Но она другая. Она очень-очень. Она большая, она Китайская. У нас есть много филиппинцев, которые работают в Израиле. И в Израиле много людей не могут подразумевать между филиппинцами и китайцами. И это сложно сделать, потому что многие филиппинцы являются китайцы. Потому что многие филиппинцы, они не могут подразумевать. Потому что многие филиппинцы, которые у нас подсеркнуты, они и есть китайцы. Они просто сказали так. Они сказали, что она филиппинцами. Она и филиппинцы. Они не так много. Потому что они разные. Так что это было, по-моему, немного расчайно. И мы поняли, что она вообще филиппинка. Прошу, она вообще из Китая. Она не филиппинка. Но люди не очень верят. И это тоже должно быть связано с расовыми вещами. И очень много израильцев относится к филиппинцам как служб. Какие-то, когда они видят кого-то, кто из Азии. Но также были еще очень интересные революции о ТВ, которые были, я думаю, что выступление случилось там. В конверсации около публика. Публика были люди, которые просто были в рынке. И я думаю, что перформансом разговоры между собой. И я думаю, что перформансом было как раз разговоры между собой. И то, что как люди общались между собой на этом басаре. Так. Так. Например. Например. Люди говорят, что что она делает? Они сказали, что это так забавно. Например. Люди говорили, что она делает. скучно. И они остаются для них годинами. И многие люди действительно хотели сделать, что это предпоследование для детей. Что будет их результат? это результат? Это как это как результат? Это это с идеей, что люди это как в смысле практиков. и это очень сложно быть только в моменте в процессе, не в результате. Не чтобы понимать, что процесс тоже делается жизнь. И многим было не так просто принимать это, но может важнее им не результат, а и может результатом как раз есть процесс життя. Пропрошу, может результатом есть часть життя. Может часть життя есть с результатом из результата с романом из Роман из Роман . Вона американский теоретик перформанс. Просто изображение. У вас есть артист. Януш Вальдигал, эта перформанса была в очень, очень специальном месте в Жерусалиме. Это была презина все дня. Это была презина от британских израил. Британские в Израиле. Это было британский режим в Израиле. Это была презина где британская колония от людей которые были в фрагментах или что-то такое. это как под злого expect это действительно революции антибиот 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 Британцы получили членов израильского оборудования, которые были террористами против британского режима. В целом строительство, строительство, строительство очень интересное. Это как внутренний двор. И архитектура целого подверга, которая очень интересна. В принципе, это строительство внутреннего подверга. И в округе есть маленькие комнаты, маленькие камеры. И архитектура выбрал свою собственную камеру. И художник выбрал свою собственную камеру. И архитектура выбрал свою собственную камеру. И архитектура выбрал свою собственную камеру. И архитектура выбрал себе внутренний двор, где въязнью выгуливали раз на день. Я не знаю, что он сделал. Он был очень хорошим выступлением, я могу сказать. Но я знаю, что он сделал. Он был очень хорошим выступлением. Но я знаю, что несколько лет после, смотря только на этот имяк, говорить о прозвищении и иметь эту структуру, это интересно. И вот я сейчас смотрю на эту фотографию. Это было много лет. Это были уже лет. Минули лет от того времени. И вот я сейчас смотрю, вспоминаю про Тьому и говорю про это вам. И вот как фотография может быть связана с этим? Она является как бы перекладом того, что произошло на информации. Она является визуальным перекладом. А если вы понимаете, что было визуально, если вы говорите просто... А. Мне нужно... Визу? А, если вы говорите... ule при… Я бы прошел рассказать о том, что нет, ближе, в проу10. Визуально, как вы понимаете... Это был пример, Он немецкий британец, а немец, который живет в Британии. Он сидит на рынке в маленьком кафе или маленьком баре. Он просил людей, которые идут на базар, чтобы они дали ему деньги. Он просил людей, которые идут на базар, чтобы они дали ему деньги. Это израильский мир. Это израильский мир. И на них у вас есть портрет. Он предложил людям, которые приходят, дать ему свои деньги, на которых он намалюет их собственные карты. И они работали. А, это тоже очень интересное. Это израильский мир. Это израильский художник. И он работал в рынке. И на каждой части его кафе, он поставил цену. Какой цене для шерта, цене для шута, цене для... цене для... цене для... цене для всех. Он ходил по базару, и на каждой части своего одежда, он наклеил цену. То есть, на сорочке, штанах, трусах. Всюди были наклеены бирхи с ценой. И он ходил и попало людям купить это. И он успех. Он закончил. И в минусе с его подборами. И в минусе. И в минусе. И в минусе. И в минусе. И в минусе в чем? Я хотел сказать, я подумала, что это была очень, очень хорошая акция. Я вам могу сказать, что это была надзвичайная реакция, потому что был шанс поговорить с людьми, как по-комуникувати, по-комуникувати, по-комуникувати. И результатом был оцей торг, оця коммуникация. Да. Единственное дело, что в последней ночи мы имели вечер, все художники. И еще одна такая вещь, в конце мы имеем вечер с художником. И мы даем для наших артистов, как маленький деньги, фей, чтобы они могли... Как хонорариум, но мы не так речи, поэтому мы даем им что-то. Но они могут жить с этим. Они могут. Да, они могут. И мы платим, выплачиваем людям, что-то, что-то, гонорару, совсем не величкого, но у меня есть много, но гонорару, за, в принципе, за який можно что-то, то можно как-то прожить. Так что, в последний день, когда мы имели вечер, который мы платили, это, конечно, было... И последний день, когда мы имели... Славян пришел к мне и сказал, что я должен поговорить с вами в файле. И он сказал, что вы знаете, что я делал на рынке, это не была перформация. И это реально потребительство. dlatego я оченьكلко получил деньги. Потому что он действительно бесплатил все эти деньги, всё если ты успел. Так что он мне сказал, потому что он хотел много денег ребенка. Потому что, в принципе, он хотел... ну, больше и процентов, но тем не менее, и Так что вы знаете, жизнь и перформанс, это очень классическая, может быть, definición для перформанса, что нет границ между жизнью и перформансом. Да, это Хелена Верш. Мы находимся на бокове в Юрусулеме. Она купила пинк лав, и она увидела, что много птиц в этом районе, поэтому она хотела поставить пинк лав, на эти птиц. И она, вы видите, в рожевых рукавицах, это околице Юрусулема, и там есть много котов. И вы видите, она в принимании котов, она пытается применить котов для того, чтобы одержать на них рожевую строчку. И результатом было то, что ее начали запрошивать в домики. И она начала говорить с детьми, которые в этом... Но по сусидскому... По сусидскому не пой. Это израильский молодой мальчик. Он вообще делал реакцию, связанную с временем, когда в Израиле было много бомбов на улице, террористов, атаков. Мин, много террористов минували автобусы. Я думаю, что это сильная фотография, сильный образ самосовения. И автобусы, которые работают с объектом и звуком. Это в нашем месте. И автобусы, которые работают с объектом и звуком. Павел Костяевский. Это очень удобно, как играет арктисты. Как в двойной стороне. Двое-двое предложение. Вералия и вопрос. Объект стильный. Стильный перформанс. В Иерусалиме. В Музеуме. В двоих сторонах Иерусалима. В Халестинской области и в северной области. Иерусалиме. В Ветхам. В Ветхам. В Ветхам. Дуже простая. Она ставит крапку на своем теле, и в промеже, помеж схидною и сахидною частиною Ярославы, вы можете начать схидною частиною Ярославы. Мэрилин Апсон, у нас. Это люди с аудиторией, и другие аудитории. Они имеют участие. Они имеют швы, и она действует, как их ноги двигаются. И вот эти имиды, это как раз общение, разумея, разумея. И, например, люди вдягают с повязкой, вдягают рукавицу, и она движет эту рукавицу, и они, вроде, коммуникают между собой, это как дебаты. В центральной бассейне, в офисе из Ирландии, она подняла, она подняла на ее голову, Это их центральный автобус, на центральной автобусной станции ТВВ, художница обклеивает свои живые золотые листочки. Люди, которые ждут за бас, они видели, что женщина делала это. Нет, это не для артистов. Конечно, она в публичном месте, люди смотрят на то, что она делает. Это также центральная автобусная станция. И слышно о десерте, она пошла на дорогу, и она делала очень маленькие действия, но мы могли видеть ее от очень далеко, и это было очень деликатно. Мы могли видеть ее от очень далеко. Это была очень простая действия. Бенни Кори, как вы видите, здесь есть акционер. Но это тоже на рынке в Евросолиме. Это было интересно. Это был автобус из Франции. Французский автобус. Что он сделал, он взял его... Французский автобус из Французского автобуса. Французский автобус из Французского автобуса, и записал его подожат. Возвращение к ребенку. Просто не забывайте. Это интересно. И после ребенка. Нет, в своей жизни. Для него есть его женщина, которая есть доктором. И все, после того, что он написал, он доказывает свою голосовую. Следующий раз он это сделал, он это сделал в Йерусалиме, в нашем месте, в Телавиде, он это сделал в Йерусалиме, и в этот раз он попросил кого-то, чтобы пить его кровь. И эта идея, что каждый может быть другим. Нет, нет, он взял кровь из-за кого-то и пить его, не его собственное. И следующий раз он хотел бы, чтобы кто-то из-за кого-то пить его кровь и пить его кровь. Нет, нет волонтеров. Это изображение. Эта женщина, эта артистка, она лежит на улице, в каком-то партнером, в центральной бассейне. Как вы видите, на пляже, и с светом автомобиля. И люди не знали, если это реально или нет. И на этих фотографиях вы видите, что художница лежит на центре автобуса. Станинский, нич, посвятил только светлый фар, автофар. И, значит, навколо ней есть что-то расслабленное. И все ходят, и люди не могут понять, что это действительно. Это действительно, что случилось? Да, потому что что-то случилось. Это как, как, как женщина сломала. Это как, как женщина сломала и потеряла сознание. Это может быть, как женщина сломала и потеряла сознание. Для нее это просто, чтобы сделать, как, образ, вы знаете, и не двигаться. Это просто она лежит не на хома. И ситуация в определенной стороне. Это как, как женщина сломала. Это как, как женщина сломала. Это историю президента Тухестана. Вы хотите сказать? Что я сказал? Вы хотите сказать что-то? Это начнет с... А, президент Тухестана. Духастан не парень. Духастан не парень. Духастан не парень. Он ввели. А, это праздник. Президент Парень. Духастан. Духастан в Дугацея Дубав. Дубастан. Духастан. Не, я понял. Очень кратко. Духастан. Я скажу, дуже коротко. Один. Оттило Кальвино. Пробудована милия. Оттало Кальвино Оттало Кальвино Забована милия. Забована милия. Забована милия. Один. Один. Забована милия. Кальвино. ПОЛИТИЧНО. Один. Я не уважаю Каддафи. Каддафи. Президент Парень Каддафи. Я видел, что он был лучший выступлений. После Мусульнии. И я уважаю. Так что, в обратном направлении, и в обратном направлении я тоже, и я делаю область в русском языке. Окей, давайте я объясню. Я объясню в Hebrew и в английский. Малмар Каддафи. Ви все знают, кто это такой. Великий президент, король и так далее. Один из самых больших перформеров, как Витлер или мусолин. Я с ним виделся. И это я снимаю. Ну, насправді, посеред цього ВИН, тобто Я, тобто ВИН, виголошує, має промову на дубостанській мові, яка є одночась перекладена на еврейский и английский. И я добавляю, потому что Яков Каддафи – это скульптор, очень активный в Израиле. Он очень известный и активный скульптор в Израиле. И перформер. Да, и здесь он построил брыж. И тут он должен был в Ирине? На монегасе? Нет, это все шип, это ничего. Это просто норсенс. Брыж не означает. Это норсенс. Это очень норсенс. Это очень норсенс, очень норсенс, очень норсенс. Про лидеров. Про лидеров. Про лидеров. Про лидеров. Это норсенс. На новом раке мы запросили филиппинскую художницу. И, как я уже говорила, в центровой бас-станции, в районе живут много филиппинских людей, которые работают в Израиле. И, как я уже говорила, в районе центровой бас-станции живут много филиппинцев, которые работают в Израиле. И вы видите, много из них стоят, как аудитория, как ведущие его конференции. Для него это было бы, чтобы приехать и сделать что-то с людьми. Спасибо. Спасибо. В центровой бас-станции, в прошлом году, это индийский художник из Индии. Индийский художник, да? Индийский художник, да? Индийский художник, да? Она лежала там и спросила... Это был текст, спросив от зрителей, чтобы поставить... Мейл... Мейл? 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 Мейл. Мейл. Мейл на нее. Ага. Мейл. Мейл. И, значит, в она лежит посеред цининитар seguinteWest Viewifense с центрального база, видноruckу лео, и между ней на ли咙локор ПР прохание... Пауэдер? Пауэдер. Пауэдер! И... Прошу. ООО. МАЛ. И просит посыпать, страж tao посыпать їже ворош ? Пауэдер? И это было очень интересно, потому что она превратилась в церемонии, или ритуал, и они поставили эту плову и поставили на нее в очень ритуаличном способе. Но это было... Это было по себе. Это было по себе. И это закончится, как с льдами на браке, как с этой льдой. Хорошо. Этот артист из Янмар, «Воман». Это очень интересно, потому что очень-очень сложно Он должен быть профессиональным артистом в Мьямау, который тоталитарный режим, который профессиональный артист в Мьяме. И что он делает, это что можно сказать, это очень простой, но это очень, очень глубокий влияние. Можно было бы сказать, что это очень, очень простая вещь, но она имеет очень сильный... Прошу. Так. 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 Так, он был... Он был в разных фейерах, в центре бассейна. Он был в шоке, он написал, как, «ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», как, «лафи». И вот она смеется, она пишет, «смих», «ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». И он сказал этому, он leaveod. Не жалко. Он под pilots families, había Que Unt kaç 군инградbre, «па-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». И потом еще и еще и еще и Avatar. Он был очень巨発ная стар … К波Kit做 – «过 DO eng Plata с мелочей программы». И мы делали все это с tradованием. И онний молод и все вместе с к说明о с дистddской бассейны. И про него целый фестиваль, он берет листок за листком, на которых пишет ха-ха-ха-ха, кладет их один рядом с одного, и так требует целый фестиваль. И под конец фестивалю целая автобусная станция заполнена ха-ха-ха-ха-ха-ха. И еще один фестиваль, который лежал в центральной автобусной станции в центре автобусной станции. С проектованием светла, ну, разно-колерового светла. И тут она працюет с телом и светлом. И целая концепция тема – это скультура светлого тела. Бенни-Колли, его выступление сегодня, но здесь он делал что-то с его сыном. Он часто работал с его семьей. Так что это было очень интересно в смысле изображений, но... Очень интересно в смысле изображений. Но более интереснее в отношениях между папой и сыном. Так что они есть папой и сыном, а не папой и сыном. То есть они не притворяются, не играют папой и сыном. Они есть папой и сыном. Адра и Каппель работают вместе, двух перформеров, которые работают вместе. С Швейцарии. Очень-очень-очень простая деятельность, но очень-очень-очень... Очень-очень простая деятельность, которая очень... И они имеют этот материал, черный материал, и они не знают, что с ним говорили. Они только были так, и в перформансе, может, секунду за секунду, они должны быть в моменте и делать что-то. И в течение этого перформанса они должны быть... Они должны быть в этой тканине. Так что это было действительно-радо-радо-радо-радо-радо-радо-радо-радо-радо-радо-радо. Потому что они так были... Они не демонстрирули, они не демонстрируют, они не демонстрируют. Они просто были, и это было настолько ровно, потому что все могли найти так много вещей, с которыми это можно асоциировать. Это было не близко с одной идеей. Это было очень ровно, но очень, очень, очень... Они были очень концентрированы, очень концентрированы и очень в моменте. Они не делали никакого шоу. Это абсолютно не ровно-радо-радо. Это было очень ровно-радо. Это было очень ровно-радо-радо. Слухно! Это было очень ровно-радо. Это было очень ровно-радо-радо-радо. Это было очень ровно-радо-радо-радо. Это было очень ровно-радо. Это было очень ровно-радо, но сейчас также в этом мусе, which was originally the technikum, the old technikum of Israel, which I have to say something personally. That was the place where my father went from Kofel when he was 17 years, went to Israel, at that time it was not Israel, it was Palestina, to study. And that's why he survived. And he studied this class because he studied engineering. And this is the next platform of these two museums in Sweden, which is now happening in the same museum, in Nottingham and in Hyde. But I want to tell you a little bit more about this museum. So, this is the same museum, which was a technikum, which was in Palestine, where my father went to Israel, from Kofel. And that's why I lived here. And that's why I lived here. And this platform is happening in the same class, in which he taught himself. It was a chemical class. They keep it as the original class. And they kept it as the original class. And they kept it as the original class of chemistry. And then Monika and Moud did the same action, but in different context. Again, this is a Filipino artist in front of the museum. And this is the Filipino artist in Japan. This is Kinera, who is here. Also will do performance in the museum. And did a collaboration with an artist from Myanmar, from Myanmar. Тут Кеннерет, яка також ассистовала художници с замянами, она також ассистовала менюшую перформанси. Кеннерет, яка також ассистовала, они не також ассистовала. Для меня это очень важно, это очень важно, потому что это произошло, потому что они встретили друг друга в фестивале, и имели чувство, что они хотели сделать что-то вместе. И для меня это очень важно, они застрялись на этом фестивале и изъясовала, что они могут сделать спильный перформанс. Это снова они, снова перформанс. Это снова перформанс Бенни Кори перед музеем, перед музеем. Здесь есть линя на линейке, где линейке. На межи свинка, тень. И люди начинают имитировать его. Это снова перформанс Кеннерет. Это снова перформанс Кеннерет. Это место, которое принадлежит к арабской частини. Она сидела там полтора часа. Она сидела там протяжении двух часов. Она сидела там протяжении двух часов. Она не могла видеть. Она держала очи, потому что она не может видеть. И она была... Она была... Она была маленькими... Медленными парами, с этой материалом, которую она сделала из этих маленьких фигур. Медленными фигурами. Она была... Возможно, они были... В принципе, они были... Кольки, из этого материала. Она была маленькая. Также очень интересно, что случилось с аудиторией, сидя там и смотря на вопросы. Что она делает, она действительно слепла. И о том, что она делает. Но мы были очень, очень привыкли к постам. Потому что это было очень привыкли. И это очень привыкли к процессу. Здесь снова есть коллаборация между аутистом и аутистом израилевым. Они также решили, что хотели сделать что-то. И они просто оставили ее очень широко и сделали в спонтаненном способе. И это снова, снова художники из Филиппин и израилевы. И это важно, что они решили сделать что-то вместе. Они являлись в белый и полностью в белый отек. И это просто произошло в результате того, что мы вместе вместе, так много дней вместе. И отношения происходят между аутистами. И отношениями, которые связываются, когда люди проводят у вас время. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, может быть, может быть, может быть, может быть, идея.